Друзья, всем привет! Сегодня первое видео по нашему курсу «Как создать интернет-магазин». Еще раз повторюсь, курс будет абсолютно бесплатный, но при этом вы должны тоже помнить, что за вас никто ничего делать не будет. То есть, если вы действительно хотите создать интернет-магазин, то все в ваших руках, и поэтому надо будет просто много работать, много думать и не откладывать ничего на потом. Но, значит, структура сегодняшнего занятия, она, как и всех следующих, она будет вот как в формате стрима. То есть, единственное, что это, конечно, будет запись. Эта запись будет всегда лежать на моем канале, я ее никуда убирать не буду. Итак, сегодня мы с вами поговорим над такой тематикой, как выбор ниши. Значит, я буду смотреть за своим конспектом на телефоне и рассказывать вам. В конце будет домашнее задание, которое надо будет выполнить и заполнить Google форму, которая будет в описании. Но для начала давайте все поставим лайк этому видео, подпишемся на канал, если еще не подписаны, и мы начинаем. Итак, значит, сегодняшняя наша тема – это не как делать сайт, не как делать таргет, а в первую очередь, как выбрать свою нишу. Для начала давайте я расскажу несколько, грубо говоря, вариантов, как выбирать нишу, и немножечко это как раз пройдусь по своей истории. Итак, самое первое и самое важное – это сделать при выборе ниши, подумать о том, что, давайте запятую сделаем, то, что вам нравится. То есть, я уже приводил такие примеры на стримах, я уже говорил про это, что в первую очередь вам стоит задуматься над тем, что вам нравится. Потому что это дело должно быть делом всей вашей жизни. Если вы, грубо говоря, соберетесь, найдете какую-то денежную нишу, но при этом вы будете нос воротить каждый день от такой работы, ничего путного из этого не выйдет. То есть, у меня изначально, во-первых, я, конечно, хотел заниматься интернет-магазинами, во-вторых, как, я думаю, мои подписчики уже знают, я много лет занимался каратэ, я тренировал каратэ, и, соответственно, выбор ниши пал на экипировку для каратэ. То есть, я просто закрывал потребности. Поэтому задумайтесь нормально, что вам нравится, и с чем вы готовы работать в дальнейшем всю свою жизнь. То есть, не думайте, что есть какие-то ниши суперприбыльные, или суперклассные, или там, где нет конкуренции. Задумайтесь над тем, в первую очередь, что вам нравится. Потому что, если вам это будет нравиться, вы сможете с этим делом, как следует, очень долго работать. Итак, едем дальше. Вы разобрались над тем, что вам нравится, но это тоже не все. Теперь нужно задуматься, чтобы то, что вам нравится, в чем вы разбираетесь. Получается, вам может нравиться абсолютно одно, но вы в этом можете не разбираться. Конечно, экспертность можно получить. То есть, например, как у меня эта экипировка, я в ней уже разбирался, я знал, какая экипировка лучше, какие фирмы лучше взять. Это мне нравилось. И, соответственно, получилась такая синергия. И, в принципе, из этого получился достойный бизнес, как мне кажется. Поэтому подумайте, в чем вы хорошо разбираетесь. То есть, где вы знаете абсолютно все аспекты этого товара, этой работы. Чтобы не оказаться там, как говорится, не попасть в просаг. Из-за того, что вы немножечко не догоняете или не понимаете. То есть, простой пример. Многие скажут, вот я тоже хочу сделать магазинный абортов. Хорошо. А вы знаете, какие фирмы лучше продаются? Какие размеры самые ходовые? Из какой ткани должно быть что-то? Если нет, тогда эта тема не для вас. Просто задумайтесь, в чем вы хорошо разбираетесь. Где вы очень хорошо знаете продукт. Итак, едем дальше. Следующее. Это уже, как бы, в принципе, подходит под то, что вам нравится. Но у меня вот так записано. Я вам просто тоже. В чем хотели бы работать в ближайшее время. То есть, не задумываться, задумайтесь, в первую очередь, опять же, над тем, что вам с этим делом придется работать каждый день. То есть, у меня я работаю в своем интернет-магазине абсолютно каждый день. Даже если я нахожусь где-нибудь на отдыхе или где-нибудь в поездке, у меня все равно из головы это не вылетает. Я там пишу тексты, я смотрю статистику, я там смотрю наши закупки, смотрю наши продажи, смотрю все по товарам. И мне это интересно. И вам тоже должно быть это интересно. Вы должны в ближайшее время уделять этому, наверное, большую часть своей жизни. Поэтому подумайте, куда бы вы готовы были направить вот эти все свои силы и работать без остановки в ближайшее время. Следующее. Это потребности у людей и потребности у самого. Как у меня родилась идея продавать экипировку? Ну, попросту ее в Орле было не достать. И, соответственно, я задумался над тем, слушайте, но это же может быть хороший бизнес, если это реально не достать, если это действительно получается что-то такое уникальное, и этого очень мало, почему бы это не продавать? Поэтому подумайте, вот собрав все вот это вместе в одну большую кучу, подумайте, какая в этом есть потребность. То есть, продаете, у нас есть один подписчик, да, который хочет продавать кроссовки. Есть потребность у людей в кроссовках? Если есть, пожалуйста. Но, опять же, потребность должна быть хорошо сформирована. Не надо начинать свой бизнес с формирования потребностей. То есть, на это нужны очень большие, очень большие, как вам сказать, вложения на свой рекламный бюджет. То есть, вы не Coca-Cola, которая будет вкладывать миллионы рублей на то, чтобы, соответственно, продвигать какой-то новый уникальный товар. Итак, следующее потребности мы прошли. Следующий критерий, который я здесь тоже должен записать для вас, и вы как бы обратите на это внимание. Это уже дальше идет, в принципе, к выбору товара, но это тоже относится к выбору ниши. Итак, это размерность товара. Приведу вам простой пример, что для начала вам лучше брать какой-то товар, у которого, ну, по минимуму размеров. То есть, я вам могу пример привести из своей практики. Это, допустим, обувь для самбо. Так вот, обувь самбо. Получается, там какая история? Есть пять видов, грубо говоря, этой обуви. У каждого вида обуви есть по два цвета. Это получается уже десять. И у каждого из этих десяти цветов и вариантов обуви есть еще пятнадцать размеров. То есть, вам, чтобы хотя бы по одной штуке иметь на складу, вам надо иметь сто пятьдесят пар обуви. Задумайтесь, если у вас нету больших таких денег, которые вы готовы вложить в склад, или у вас нету такого поставщика, у которого вы можете брать там по одной штучке, то подумайте над тем товаром, у которого вот это, ну, огрехи размерности, они будут гораздо меньше. Потому что иначе можно реально вылететь в трубу прям при первом закупе. Тем более, если вы не знаете, вот здесь вот вы не разбираетесь, и вы не знаете, какой размер самый ходовой, которых надо иметь там десять штук, которых иметь надо двадцать штук, вполне может быть, что есть размеры, цвета и фирмы, или, как сказать, или марки товара, которые вообще не покупают. То есть, вот подумайте над тем, чтобы в этой нише не было большого разброса по размерам. Едем дальше. Итак, следующее. Это конкуренция и анализ рынка. И плюсом сюда мы еще сразу давайте допишем с вами это в Wordstat, потому что это будет связано. Итак, что мы делаем? Мы определяем конкуренцию, и мы определяем, получается, с вами через Wordstat вообще количество запросов. То есть, у меня в моей тематике, я думал расширять там интернет-магазины, и думал, какой магазин там следующий сделать, когда у меня были они такие, ну, скажем так, когда они были такие маленькие, и я открывал нишевые магазины по каждому виду спорта. И, допустим, у меня есть вариант открыть тэквондо или открыть дзюдо. Мы пишем купить тэквондо. Соответственно, мы видим, что всего таких запросов 10 тысяч в месяц. Ну, это достаточно такая широкая ниша, в которой, в принципе, можно зайти. Но, теперь мы пишем дзюдо, и мы видим 17 тысяч. То есть, здесь практически в два раза уже больше запросов, чем в тэквондо. Но, это далеко не значит, что, грубо говоря, тэквондо, оно будет хуже, чем дзюдо. Почему? Почему я вам сейчас расскажу. Смотри, здесь такой вид спорта, как кудо, в котором всего 2700 запросов. Много или это мало? Или мало? Ну, в принципе, это нормально. Теперь, нам надо зайти в Яндекс и написать, грубо говоря, нашу ключевую фразу. Пишем купить тхэквондо. И смотрим, что у нас получается. У нас начинается по рекламе, да? То есть, ну, давайте мы здесь пишем еще. Вот так у них называется форма. Раз реклама, два гудс реклама, алиэкспресс, карате. Вот, смотрите. И анализируем, есть ли здесь узконишевые магазины. Вот это узконишевой, но он один. Хорошо, ищем дальше. Это не нишевой. Вот нишевой. Да? И, в принципе, остальные тут какие-то вот озоны, агрегаторы. Сильно конкуренции нету. Вы плюсом еще можете посмотреть здесь, грубо говоря, анализ по директу. Посмотреть, сколько людей в директе рекламируется по этой фразе. Но при этом, если вы напишите купить кимоно дзюдо, вот здесь будет очень большая конкуренция. Смотрите. Во-первых, здесь уже есть и спортмастер, и озон, и вайлдберрис. И залезть сюда, поверьте, моему опыту, человек, который продает дзюдо, будет очень тяжело. Поэтому я бы остановил свой выбор, скорее всего, на тэквондо, если сравнивать их. Но если ввести сюда худо, раз магазин. Озон, но у них бренд Кудо, это не то. Вот здесь вроде есть. Здесь вообще нету практически. Это один и тот же магазин. Это продукция Кудо, это не то. То есть здесь по сути своей, давайте мы даже напишем купить кимоно, конкуренции как таковой нету. Вот здесь вот вайлдберрис, но у них нету именно для Кудо. Но, я вам честно скажу, я анализировал эту нишу, и здесь у нас выливается еще один момент. Доступность поставщиков. То есть, если у вас может быть какой-то вот там тэквондо или Кудо, но не всегда этот товар вы можете купить. Вполне может быть, что ниша настолько узкая, что там есть один какой-то импортер, который привозит эти фирмы. И вам он их не продаст. Такая тема есть в Кудо и тэквондо. Именно поэтому у меня их нету. И шлем, там для Кудо, я вам, ну, к примеру приведу, этот шлем можно заказать только в Японии. Его возят только представители федерации, поэтому продавать там, в принципе, то и нечего. То есть, ниша узкая, конкуренции мало, но по сути своей, продавать вы почти ничего не можете. Поэтому подумайте над тем, проанализируйте запросы, да, и выбирайте свою нишу. Дальше, раз уж мы коснулись WordStat, ну, давайте сейчас немножечко отвлечемся. Из этого всего у нас выходит еще один вот здесь, вот, к выбору ниши. Это узконаправленность. Не надо пытаться в самом начале вашей деятельности сделать маркетплейс, в котором будет, да, там, ну, простой пример. Есть спорт, давайте я создам, смотрите. Есть спортивные товары. Это очень широкое. Это, грубо говоря, спортмастер, декатлон и так далее. Но вы можете пойти уже, как это у меня. Допустим, товары для единоборств. Это уже уже, и здесь уже конкуренции будет гораздо меньше. Да, и спроса, но и продвинуться будет гораздо легче. Вы можете пойти дальше. Товары для бокса. Здесь будет продвинуться легче, чем в товарах для единоборств и, естественно, чем в спортивных товарах. Но, вот здесь тоже надо смотреть, во-первых, конкуренцию, ну, и анализировать по всему тому, где я указал, ну, вот в этом слайде про выбор ниши, да. И получается, то есть, вы можете сделать товары для бокса и закупить уже больше товара, да, то есть, у вас может быть самый классный магазин товаров для бокса, либо хреновый магазин товаров для единоборств. И поверьте, хороший магазин товаров для бокса, он гораздо лучше, чем, ну, самый отвратительный магазин спортивных товаров, в котором есть скакалки и всякая другая лабуда. Но вы можете пойти дальше, вы можете сделать магазин перчаток для бокса, ну, или там, формы, да. и вот так старайтесь копать максимально глубоко, потому что вот это забирают розничные сетки, это забирают маркетплейсы, это те люди, которые, у которых много денег, которые готовы вкладывать эти деньги в развитие своего собственного бизнеса, это те люди, которые, ну, вливают деньги, имеют там товар от поставщиков, и, в принципе, ну, вам с ними конкурировать бесполезно. это уже какие-то крупные люди, у которых тоже есть уже деньги, да, то есть, ну, простой пример, это мой магазин, который знает что-то про маркетинг, который уже хорошо рекламируется, у которых есть SEO-позиции, у них есть свои магазины по городу, а вот это, это еще незанятая ниша, в которой вы можете работать, понимаете? Итак, едем дальше. Сейчас я открою свою запись. Итак, раз уж у нас, я как говорил, открыт WorldStat, мы можем теперь посмотреть, насколько у нас это, ну, грубо говоря, рынок хайповый, и идет ли он в рост, или он идет у нас в упадок. Итак, мы зашли в историю запросов, и смотрим, во-первых, что мы здесь можем посмотреть? Мы можем здесь посмотреть, растет ли рынок, или падает. Ну, как минимум, если взять май 2600 в этом году, и в том 2100. То есть, в принципе, рост наблюдается. И плюсом здесь мы можем посмотреть сезонность, и сразу вот сюда мы к выбору ниши добавим вариант сезонности. Сразу скажу, на примере моего бизнеса. Мой бизнес очень сезонный. Лето просто мертвое время. И вы будете работать вне сезона. то есть, либо вы будете откладывать деньги, либо вы будете грубо говоря, плохо совсем работать и мало зарабатывать, либо на лето вообще прекращать свою деятельность. Это тоже нормально. То есть, простой пример, у меня в торговом центре есть магазины самокатов, которые на зиму попросту сворачивают свою деятельность и съезжают с торгового центра. И в этом нет ничего плохого. Поэтому задумывайтесь над сезонностью. Думайте, как вы будете работать вне сезона. Итак, едем дальше. По поводу сезонности. Мы посмотрели. При этом здесь, может быть, смотрите, допустим. Видите? Штатив для селфи. Вроде бы, казалось. Но идет рост. То есть, это та тема, на которую можно хорошо заходить. Тут, в принципе, запросов не так много, но идет очень хороший тренд к росту. Если у вас направленность будет, наоборот, вниз, это значит, что скоро эта тема, этот товар, он просто уже не нужен будет. Поэтому тоже думайте над темпами роста вашей ниши. Итак, идем дальше. Мой вам совет. Смотрите. Трендовые товары. Я, например, сейчас, трендовые. Я противник вот этих всех трендовых товаров. Почему? А потому, что это бред. То есть, зачастую, если посмотреть на WordState, у вас вот так будет вверх, потом вниз и долго-долго-долго, пока до нуля не дойдет. То есть, вы можете сами себе придумать кучу товаров из разряда чехлы для телефон, которые клеятся на стену. Ну, где сейчас эти чехлы? Если они пару лет назад были супер популярны, то сейчас это нет. то есть, это не бизнес, это разовый какой-то заработок, либо, возможно, вообще убыток. То есть, вы просто, грубо говоря, раз хайпанули, заработали, либо не заработали. Понимаете? Вот. И поэтому лучше строить бизнес в долгую. Лучше, чтобы это был, ну, грубо говоря, хороший товар, который будет актуален через пару, через тройку, десяток лет. Поэтому задумывайтесь над тем, чтобы все-таки не пользоваться вот эти вот, как называют, товарка, да, там не товарка, потому что здесь надо быть хорошим специалистом в рекламе, чтобы купить эти рекламные вложения и хоть что-то заработать. Идем дальше. Смотрите, следующий вариант, то есть, при выборе ниши, на что надо обращать внимание. Это легкость в отправке. Если мы с вами открываем интернет-магазин, то очень тяжело, поверьте, будет работать продавая пианино. Почему? Ну, потому что доставить его очень долго, его очень дорого доставить, очень тяжело, поэтому лучше задумайтесь над таком товаре, который вы сможете в легкую хранить у себя, допустим, дома поначалу, отправлять через почту или через курьерскую службу. То есть, конечно, через интернет продают и шкафы, и кровати, и диваны, но для начала я бы не лез в такую нишу. Для начала подумайте над тем товаром, который легко помещается в курьерский пакет. А курьерские пакеты, они сейчас есть достаточно большие, но при этом, чтобы не занимать много места, не арендовать большой склад, не иметь бешеную логистику и не иметь грузовую машину у себя. Итак, следующий момент в выборе ниши это средний чек. Если вы делаете хороший интернет-магазин не с одним товаром, то задумайтесь над тем, как вы можете увеличить средний чек. То есть, в моем интернет-магазине, если человек покупает кимоно, то он, скорее всего, будет покупать и защиту, и шлем, и перчатки, и так далее. Поэтому задумайтесь над тем, что будет представлено у вас в интернет-магазине, чтобы средний чек максимально мог расти, потому что на рекламу вы потратитесь одинаково, но при этом заработаете больше. Опять же, эта история идет про cross-sell и up-sell. Что это значит? Это значит, чтобы люди, которые зашли к вам в интернет-магазин, они могли что-то докупить или что-то купить сразу, или им потом что-то можно было допродать, потому что это существенно увеличивает чистую прибыль. И раз уж мы говорили за чистой прибыли, то очень важно думать над маржинальностью. Есть группа товаров, в которых маржинальность очень низкая, а есть группа товаров, в которых она большая. И мне, конечно, больше нравится товар, в которых маржинальность как можно больше. Почему? Потому что в эту маржу вы можете заложить достаточно большой рекламный бюджет. То есть, вы можете хорошо тратиться на рекламу, продавая вот этот товар. Но! Есть одно но. Есть низко маржинальные товары с большим LTV. LTV. У меня было видео недавно про это LTV. Это lifetime value. Получается, это жизненный цикл клиентов. Это то, сколько клиент в среднем покупает в вашем магазине этого товара. То есть, простой пример это спортивное питание, корм для собак, корм для кошек. То есть, здесь наценка будет минимальная. Но при этом человек, купив один раз, он будет покупать еще, еще, еще и еще. И, соответственно, вы можете также тратиться на рекламу гораздо больше, чем может быть даже в товаре, который высокомаржинальный, но покупают один раз. То есть, если у вас товар стоит тысячу и, грубо говоря, прибыли вы с него имеете 200 рублей и LTV у него там 10 покупок, то вы с этого клиента зарабатываете 2000 рублей за всю его историю жизни. И вы вполне можете сработать и первую, вторую продажу в минус, но в дальнейшем вы будете получать лояльного клиента, который будет покупать на всем протяжении своей жизни как клиента. То есть, пока у него есть собака или пока он занимается спортом, он будет покупать эти товары, несмотря на то, что, грубо говоря, есть и другие продавцы. надо максимально выстраивать с ним отношения, чтобы он покупал у вас долго, пусть даже при минимальном марже. И тогда вы сможете хорошо закладывать деньги в маркетинг, чтобы получать таких клиентов. То есть, если вам клиент принес 200 рублей, но он покупает 10 раз, то вы можете вполне на привлечение такого клиента тратить 1000 рублей и первые 5 продаж продавать в минус. Но лучше это делать после того, как у вас уже бизнес устаканился. То есть, нельзя так делать в самом начале. Ну и последнее, наверное, о чем я бы хотел сегодня рассказать, это про такая штука, как кусок пирога. Многие у меня спрашивают на стримах, что лучше продавать. То есть, там, где нету конкуренции или там, где большая конкуренция и как вообще залезть в бизнес, если везде уже ну все продают. Уже фактически все ниши в интернет-магазинах, они уже все заняты. И здесь вопрос про кусок пирога. То есть, если вы продаете какой-то товар, у которого большой спрос и очень много конкуренции, у вас все равно есть шанс откусить от вот этого пирога хоть какой-то маленький кусочек. И этот маленький кусочек вполне может быть гораздо больше, чем целый пирог в какой-то узкой маленькой нише. Поэтому задумайтесь над тем, как вы хотите бороться, либо вы хотите бороться за кусок большого пирога, либо за маленький пирог, но съесть его самому. Друзья, на этом все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Но для вас еще занятие не закончено. У вас задача за эту неделю найти нужную нишу. Лучше сразу их найти три штучки и заполнить получается Google Doc, который будет в описании к этому видео. Напишите, какие ниши вы выбрали. И в нашем закрытом чате я все это дело прокомментирую. У кого есть какие-то вопросы, пишите мне в чате, пишите мне в социальных сетях, пишите здесь в комментариях. Я без проблем отвечу на ваши вопросы. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Если не понравилось, оно было долгим и нудным, то ставьте дизлайк, я не против. И ждем следующего занятия. Всем пока! Всем пока!